Десять часов воскресного утра. Подведем итоги уходящей недели. С вами Светлана Дейнека. Здравствуйте. Телефон прямой линии в студии 63 97 17. Если захочется обсудить какую-то из тем, звоните, а в программе расскажем. У обманутых дольщиков региона появилась надежда. Но почему справедливость, так же как деньги, любит тишину? Врач и священник в одном лице. Неужели традиции, заложенные автором учебника по гнойной хирургии, воина Есенецким, живут и в наше время? Число ВИЧ-инфицированных в Архангельской области растет. Почему узнать о болезни следует как можно раньше? В детских садах региона гремят выпускные. Как должен выглядеть праздник и сколько за это должны выложить родители? Я же мать! Почему все больше женщин воспринимают материнство как подвиг, за который общество перед ними в неоплатном долгу? Сегодня в Вельском, Шенкурском, Онежском районах и городе Котласе открылись избирательные участки. Жителям этих территорий надо выбрать своих представителей в Архангельское областное собрание депутатов. Это дополнительные выборы, можно сказать, точечные. И связаны они с прекращением полномочий. Депутата Сергея Мышковского от Шенкурского и Вельского районов, Александра Савкина от Онежского района и избравшегося в Госдуму Андрея Палкина от города Котласа. Также сегодня проходят дополнительные выборы депутата Архангельской городской думы по избирательному округу номер 4. К ним относятся территориальная округа Воровино-Фактория и Майская горка. Там избирателям нужно заполнить вакансию, которая открылась после ухода Дмитрия Юркова в Государственную думу. Избирательные участки работают сегодня с 8 утра до 8 вечера. Не забудьте посетить их и проголосовать, если, конечно, проживаете в округе, оставшемся без своего представителя в законотворческом органе власти. Два десятка дольщиков, еще в 2012-2013 годах заплативших за новые квартиры в строящемся доме на Красноармейской, но так и не справившие новоселье, вышли вечером пятницы на пикет на площадь Ленина. Молчаливо с плакатами наперевес, как положено при пикетировании. Цель людей, вышедших на центральную площадь города, понятна. Привлечь внимание властей к проблеме, которая пока остается неразрешимой. И в противостоянии обманутой дольщики-неплатежеспособный застройщик сила остается за последним. В 2014 году компания «Архангельск Инвест» сдала в эксплуатацию блок А многоэтажного жилого дома на Красноармейской. В то же время начались проблемы на стройке блока Б, который планировали закончить в декабре 2016-го. Уже больше года, как работы на стройке замерли. Но средства, которые внесли архангелогородцы на строительство своих квадратных метров, им не возвращают. В результате ни жилья, ни денег. Сейчас в реестре обманутых дольщиков ЖК «Верона» числится 34 человека. Есть административный регламент, подразумевающий компенсацию новому застройщику в форме земельного участка, в форме предоставления безвозмездного земельного участка на основе конкурса за достройку нашего объекта или за решение нашей проблемы. То есть теоретически, наверное, возможно сделать и так, что застройщик предоставит нам квартиры, за это мы выходим из числа обманутых дольщиков, и в дальнейшем он получает участок земли, видимо, даже без достройки этого объекта. Ну что ж, пикет – это крик души. Дольщики «Вероны Б» отчаялись дождаться положительного исхода своего дела. И думаю, зря. Судя по всему, наметилась положительная динамика решения проблемных историй дольщиков в нашем регионе. Об этом подробно расспросим Александра Менькина, руководителя инспекции Государственного строительного надзора Архангельской области. Он сегодня у нас в гостях. Александр Вениаминович, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот вы посмотрели наш материал, вы были в пятницу на площади Ленина. Конечно, давать моральную оценку действиям застройщика мы сейчас не будем. Людей больше интересует, а есть ли юридические, в первую очередь, судебные перспективы для того, чтобы, ну не знаю, заставить застройщика либо доделать начатое, либо вернуть людям деньги. Ну сегодня следует отметить, что юридических или судебных перспектив, в общем-то, заставить застройщика довести начатое до конца достаточно сложно. Подобного рода, в общем-то, законов, других нормативно-правовых актов практически нет. Поэтому сегодня власть области, правительство области пытается решать эту проблематику. При том, значит, следует отметить, что для решения этой задачи в прошлом 2016 году были внесены поправки в действующий областной закон 522 ОЗ, который регламентирует деятельность в части организации деятельности по защите прав обманутых дольщиков, где появилась новая 10-я статья, регламентирующая возможность предоставления земельного участка в аренду без торгов тому инвестору-застройщику, который, в общем-то, возьмется решать проблему достройки брошенных или не строящихся объектов жилищного строительства. Насколько я понимаю, вот это уже и помогло начать решать действительно существующие проблемы. Значит, продолжая тему, следует сказать, что правительством Архангельской области утвержден соответствующий порядок выделения этой земли, значит, которая сегодня, надо полагать, что в городе имеет место быть. Действительно, сегодня работа по поиску как инвесторов, так и земельных участков ведется достаточно активно. Притом, хочу сказать, что в этой работе задействована не только областная власть, но и муниципальное образование города Архангельска, муниципальное образование город Северодвинск, муниципальное образование Каргопольский район, где также имеет место быть эта проблема. По этому поводу мы с людьми, в том числе с участниками долевого строительства жилищного ЖК Верона говорили неоднократно. Встречи у нас в инспекции госстроенадзора с людьми происходят с завидной постоянностью. Последний раз мы встречались с ними, теперь уже, наверное, предпоследний, встречались 10 мая, где вели соответствующий разговор, в том числе в попытке определить пути решения этой задачи, как нам взаимодействовать и как нам быть дальше. К сожалению, все-таки все равно после этого состоялся пикет, где мы, в общем-то, встретившись снова, опять все эти вопросы затронули, значит, приняли решение встретиться у нас в инспекции уже с более конкретными предложениями, я бы так сказал, 25 мая. Полагаю, что люди меня услышали и на данное собрание прибудут. Видите, людей беспокоит именно то, что встречи, просто встречи, поговорили и разошлись. Но на самом деле ведь наметилась положительная динамика, это действительно, да? И вот эти встречи, эти разговоры, совещания, вся предыдущая работа, которая проведена на уровне областного правительства и областного собрания депутатов, она дает свои результаты. Вот, например, удалось сдвинуть с мертвой точки дело по дому на площади, да? Это будет главая пристройка Новоучейского, 98. Ведь это следствие вот той проведенной работы? Да, это, безусловно, следствие всей этой проведенной работы. Надо отметить, что в тот период времени, когда мы приступили к попытке реанимировать данный объект, застройщик ООО «Двою» находилась в процедуре банкротства, поэтому пришлось приложить значительное количество усилий для того, чтобы вывести застройщика из процедуры банкротства с целью продолжения, возможности продолжения строительства объекта. Продолжительность этих процедур заняла достаточно большое количество времени, примерно 8 месяцев, после чего было подписано в суде мировое соглашение между кредиторами и участниками долевого строительства и действующим застройщиком. Поэтому вот после того, как вот это свершилось, мы подошли уже еще, как бы, сделав один шаг значительно ближе к возможности завершения строительства. Сегодня была проведена определенная работа, и, в общем-то, уже имеется, практически имеется инвестор, который вступит в права застройщика. В ближайшее время мы ждем от него разработанный уже инвестиционный проект по завершению строительства данного объекта. Полагаем, что этот инвестиционный проект будет рассмотрен и принят комиссией по защите прав обманутых дольщиков. И в ближайшее время инвестор приступит уже непосредственно к завершению строительства дома. Хотя сегодня этим инвесторам уже сделан ряд шагов практического плана. В частности, уже проведено техническое обследование здания, которое позволяет говорить о том, что оно вполне работоспособно и вполне возможно в ближайшее время приступить к его достройке. То есть, получается, для того, чтобы мы увидели, что, например, на стройплощадке возобновились работы, необходимо провести большую скрытую такую деятельность, которая остается, скажем так, за кадром. За кадром, к сожалению, да. И просто нужно подождать, нужно набраться терпения, я так понимаю. Совершенно верно. Поскольку первым-то этапом после захода нового инвестора-застройщика на объект, помимо прочего, требуется внести соответствующие изменения в проектную документацию, пройти вновь экспертизу проекта и заново получить разрешение на строительство. Вот, к сожалению, подобного рода мероприятия, процедуры тоже занимают определенное количество времени, поэтому, конечно, говорить о том, что сразу же после принятия инвестиционного проекта на стройке появятся рабочие, наверное, преждевременно, но процесс сразу же будет запущен. ЖК Рубин, ЖК Московской-Ленинградской, там тоже сдвинулось дело. Ну, про ЖК Рубин, это, значит, немножко отдельная тема. Сегодня на повестке дня, в общем-то, ЖК Рубин практически не стоит с позиционирования, значит, обманутых дольщиков, поскольку в прошлом году в роль учредителя застройщика вступил другой человек, который достаточно оперативно решил вопросы с теми дольщиками, у которых уже были заключены договора долевого участия. То есть людям возвращены деньги были? Этот вопрос был решен, да, путем возвращения денежных средств участникам долевого строительства, именно физическим лицам, с основным кредитором и, в общем-то, основным участником долевого строительства, Московским индустриальным банком, были достигнуты соответствующие договоренности, подписаны соответствующие документы по возврату денежных средств. В общем, там была проделана очень большая и значительная работа инвесторам новым. На сегодня мы ожидаем, что в ближайшее время работы на этом ЖК возобновятся. Что касается ЖК Рубин, если говорить о ЖК Ленинградский, что находится на улице Воронина в округе Варавина-Фактория, там, значит, застройщик со своим объектом, застройщик ООО «Стройресурс», ныне существующий, никуда не девшийся, но, к сожалению, не ведущий на объекте работу уже более года, попал в поле нашего зрения, ну, практически в начале 2016 года. В отношении его сразу же начала проводиться определенная работа, при том, в том числе, были проведены две проверки застройщика, которые, на наш взгляд, показали некое нецелевое использование средств, дольщиков, в результате чего, значит, материалы были переданы в правоохранительные органы, по результатам предварительной проверки было возбуждено уголовное дело. Сегодня, да, данный, по данному объекту, значит, ведется уголовное дело, как, впрочем, это же самое, можно сказать, и по ЖК «Дом на площади», ООО «Двою». Ну, и, впрочем, сразу же помяну, и по Вероне уголовное дело в конце прошлого года было точно так же возбуждено. Поэтому сегодня по трем объектам незавершенного строительства с привлечением средств дольщиков ведутся уголовные дела. Александр Вениаминович, вот, подводя итог нашему разговору, наверное, главная мысль – это то, что каждый объект, он на контроле. Да. На контроле областного руководства. Так, точно. Его никто не бросил, об этом никто не забыл. Работа ведется. И для того, чтобы найти, скажем так, застройщика, нового застройщика, ему должен передать права на этот объект прежний застройщик, да? Да. И чтобы нашелся новый застройщик, нужно, чтобы его не отпугнул никто. Да? Совершенно правильно. Поэтому чем больше шума, криков, скандалов вокруг какого-то объекта, тем меньше вероятность привлечь туда инвестора. Это правильно? Это совершенно правильно. Об этом я, в общем-то, в последнее время говорю достаточно часто, общаясь с участниками долевого строительства, поскольку подобного рода действия, ну, могут быть истолкованы как неумение людей договариваться, идти на компромиссы. Конечно, конечно. И слышать и слушать друг друга. А инвестору любому… А инвестору любому сегодня в этих условиях как раз требуется исключительно диалог. Александр Владимирович, спасибо, что были с нами в это утро. Я напоминаю, что с нами был Александр Менькин, руководитель инспекции Государственного строительного надзора Архангельской области. На юге области в Котласе на этой неделе прошли шестые воинно-ясенецкие чтения. Этот межрегиональный симпозиум собирает на одной площадке ученых, священнослужителей, медицинских работников, чиновников, общественность. Для обсуждения актуальных проблем современного общества. Чтения носят имя архиепископа Луки в миру Валентина Воина-ясенецкого. Это был профессор медицины, духовный писатель и епископ Русской Православной Церкви. Один из самых крупных теоретиков и практиков гнойной хирургии, за учебник по которой в 1946 году был удостоен сталинской премии. Теоретические и практические открытия воинно-ясенецкого спасли в годы войны жизни сотен тысяч русских солдат и офицеров. Но при этом воинно-ясенецкий был репрессирован, сослан на север. Около двух лет работал в Котласской больнице, затем в Архангельске. Реабилитирован в апреле 2000-го, в августе того же года канонизирован. На этот раз чтения собрали около 300 слушателей, а проходили при поддержке Министерства здравоохранения Архангельской области и Северного государственного медицинского университета. Лариса Иванова расскажет, какие темы сегодня созвучны прогрессивному имени святителя Луки. Медицина и православие имеют одну общую цель – выздоровление пациента. Этому великому делу посвятил свою жизнь святитель Лука. Об этом говорили и его последователи на пленарном заседании. Один из центральных докладов шестых войн иясенецких чтений был посвящен врачебным ошибкам. Сегодня каждый третий диагноз можно поставить под сомнение. Печальный итог тому – смертность. Она фиксируется в 45-50 тысячах случаях ежегодно. Неутешительные данные Минздрава России и Фонда общественного мнения обнародовал докладчик протеерей Сергий Филимонов. Он же профессор Санкт-Петербургского государственного медуниверситета и оперирующий врач. Редкое, но эффективное сочетание двух ипостасей. Врач признан лечить не только тело, но и душу больного, и лечить не болезни больного. То есть относиться ко всей полноте человека, церковь, то есть священнослужение, оно помогает врачу одухотворить его деятельности. И таким образом дает возможность врачевания в высоком смысле этого слова. Не с точки зрения медицинских услуг, не с точки зрения предоставления какой-то помощи, а служения Богу и ближнему. Супруги Лободины не медики, но к спасению людей по большей части молодежи они имеют прямое отношение. В 18 лет Владимир и Светлана занимаются реабилитацией пострадавших от магии оккультизма. На войно-ясенецких чтениях оба были награждены медалью святителя Луки. Сегодня капканов очень много. Вот мы знаем сирку святителя Ябова, ее сейчас убрали, убирают из России. Но таких сирк сотни с разными названиями. Таких людей миллионы в нашей стране, которые просто одурманены вот этой вот глупостью, вот этой гадостью. И борьба с ними может быть только в том плане, что мы им даем нужное православное мировоззрение. Совесть, вера, милосердием. Слова высечены на оборотной медали имени святителя Луки очень близки тем, кто был представлен к этой награде. Среди награжденных не только епископ Котловский и Вильский Василий, но и врачи. Виктор Поздеев из Архангельска, коряжемец Сергей Хабаров, котлашанин Александр Хрусталев. Экс-глава Котловской горбольницы Сергей Суханов получил медаль святителя Луки одним из первых в нашем городе. Еще будучи главврачом, он ходатайствовал о присвоении медучреждению имени воина Ясенецкого. Меньше года шла эта процедура присвоения больницы имени. Сотрудники собирали подписи. В общем-то, это непростое такое было мероприятие. Ну и в конце концов, депутаты наши городские тоже поддержали это решение. Ну и вот, собственно говоря, с 2008 года больница носит имя. Всего в России четыре больницы, которые носят имя вот этого великого человека. И один медицинский университет, Красноярский. Это сагитальный разрез. Около трех сотен гостей из Котлоса, Коряжмы, Великого Устюга и многих муниципальных образований Архангельской области стали участниками шестых воина Ясенецких чтений. Их организатор – Котлоская центральная городская больница. Четыре разноплановые секции, десятки докладов и мастер-классы. В числе преподавателей выступают преподаватели Северного государственного медицинского университета, которые, как правило, сочетают свою работу на кафедре в Северном государственном медицинском университете и в клиниках. То есть это все практикующие врачи. У нас относительная удаленность областного центра. Такой представительный десант из Северного государственного медицинского университета случается очень редко. На Котлосской земле воина Ясенецкие чтения проходят во второй раз. В этом году они приурочены сразу к трем юбилеям, тесно переплетенным между собой. 140-летию святителя Луки, столетию Котлоса и 90-летию Котлосской центральной городской больницы. А сейчас о других темах и событиях, которые обсуждались на уходящей неделе в городах и районах области. В столице региона на уходящей неделе определяли лучшего сварщика. Это был региональный этап конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017». На звание сильнейшего претендовали 13 представителей профессии. Все исключительно опытные специалисты. Сначала они ответили на 40 вопросов теста, а затем выполнили практическое задание. Просто не было, говорят конкурсанты. В итоге победителем признан сварщик архангельского филиала судоремонтный завод «Красная кузница» Павел Кошельковский. Он и представит поморье на федеральном этапе конкурса профмастерства в Москве. В Велигодском подборе школьники со всего района играли в Зарницу. Об этом красноречиво рассказывает местная районка. Ребята демонстрировали строевую подготовку, проходили полосу препятствий, которая показала их физическую мощь. Оказывали первую медицинскую помощь раненому товарищу. А еще была установка палатки на время, ориентирование по карте и компасу на местности. Первое место в игре заняла команда Ильинской средней школы. Второе – у сборной Велигодской школы. На третьей турнирной строчке ребята из Фоминска. А Котлас прослушивал юные дарования, претендующие на участие в фестивале «Будущее поморье». Этому предшествовал заочный тур в Архангельском музыкальном колледже. Дети со всей области прислали туда около 200 видеороликов со своими творческими номерами. Затем были кастинги в Северодвинске и Няндаме. И вот отборочный этап в Котласе. На него съехались дети со всего юга области. Фестиваль «Будущее поморье» – это возможность заявить о себе жителям глубинки. Те, кто пройдут отбор, выступят в большом галоконцерте, посвященном 80-летию Архангельской области. Но главным призом для победителей станет бесплатное обучение в творческой школе Архангельского музыкального колледжа. Темой недели в Котласском районе остается задержание и отправка под домашний арест главы Светланы Брониной. Руководителю предъявлено обвинение по 290-й статье Уголовного кодекса в получении должностным лицом через посредника взятки в крупном размере за общее покровительство по службе. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ. Своей вины подозреваемая не признает. Пока следствие будет собирать доказательства, а это не менее двух месяцев, Светлана Бронина останется под домашним арестом, что предполагает нахождение в квартире без телефона, без доступа в интернет, без общения с кем-либо, за исключением родственников. В Новодвинске презентовали третий выпуск книги «Нить памяти не должна оборваться». В ней собраны уникальные материалы о Великой Отечественной войне, опубликованные в разные годы на страницах местных газет. Поэтому читать это издание нужно как газету, от начала до конца, точнее, от корки до корки. На 144 страницах поместилось 7 рубрик, 93 статьи и более 110 историй героев Великой Отечественной. Правда, о поступлении книги памяти в розничную продажу пока не говорится. Почитать ее можно исключительно в библиотеках Новодвинска. Вельск на этой неделе принимал участников шестого межрегионального турнира по самбо. В город приехало 164 спортсмена из Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Площадка традиционная, тренировочная. Как для начинающих борцов, которые выходят на поединки в спортивном самбо, так и для старших, опытных, которые не боятся боли и крови, а потому выясняют, кто сильнее в боевом самбо. Результат двух дней соревнований. Командный кубок увезли в Череповец лидеры. При этом 24 медали завоевали хозяева, в том числе 6 золотых наград. В декабре этого года Вельск впервые будет принимать первенство северо-запада по самбо. Продолжаем. Сегодня Международный день памяти жертв СПИДа. В России в настоящее время 9 регионов находятся в группе риска по ВИЧ-инфицированию. Лидируют Иркутская, Самарская, Свердловская, Оренбургская, Кемеровская, Челябинская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург. Там заражены не менее 1% населения и медики называют это скрытой эпидемией. Архангельская область среди благополучных регионов. У нас на 100 тысяч человек 27 имеют ВИЧ-инфекцию. При этом за последние годы ситуация все-таки ухудшается. В течение 2016-го ВИЧ-инфекция была впервые зарегистрирована у 310 жителей Архангельской области, абсолютное большинство которых жители городов. А самый первый случай ВИЧ-инфекции у жителя Поморья был выявлен в 1992 году. С тех пор диагноз поставлен более чем у 1300 человек, в равной мере мужчинам и женщинам. Причем мужчины в основном заражаются при внутривенном употреблении наркотиков, а женщины – половым путем, причем от постоянных партнеров. По мнению специалистов, остановить ВИЧ-инфицирование в стране помогут презервативы, современные препараты для лечения вируса иммунодефицита человека, общедоступная информация, бесплатные тесты для определения своего статуса и программы снижения вреда для наркозависимых. В рамках стратегии противодействия распространению ВИЧ в России в Федеральной антимонопольной службе решили выяснить, почему презервативы в аптеках такие дорогие. Сама стратегия была утверждена Дмитрием Медведевым в последних числах апреля. ФАС России, Минпромторг, Росздравнадзор и Минздрав должны до третьего квартала текущего года представить премьер-министру доклад о механизмах снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов. Поскольку сегодня день памяти жертв СПИДа, приведем печальную статистику. Всего в стране с момента регистрации первого случая умерли более 230 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Архангельской области 178 человек. Подробнее об этом поговорим с Еленой Поповой, главным врачом Архангельского клинического центра по профилактике, борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Елена Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. После выявления первых случаев заболевания ВИЧ в нашей стране прошло уже 30 лет. Первый шок и истерика в СМИ зашла на нет. И последние годы ВИЧ как будто бы подзабыли. И вот обнародуются свежие данные. Болезнь уверенно шагает по просторам страны. Официальный диагноз ВИЧ-инфекции поставлен уже более чем 1 миллиону человек. А еще предполагается, что очень много людей просто не знают об этом диагнозе. И мне интересно, в связи с этим ваша позиция. Вот какой настрой в СМИ и обществе все-таки более правильный? Это вот такой беснующийся с надрывом по поводу ВИЧ или более спокойный и уже не демонизирующий болезнь? Вы знаете, однозначно нагнетать страх и истерию не нужно абсолютно. И даже это не рекомендуется. Потому что мы должны всегда помнить о том, что больные, те люди, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, им жить в нашем социуме. У них есть родные, близкие. Им нужно сжиться с этой болезнью. Ведь этот же образ жизни немножко меняется все равно. Какие-то ограничения наступают. И важно помочь человеку понять, что он не является изгоем в обществе. Что он такой же член нашего общества, имеет те же права. А вы вот уже начали говорить о профилактике. Знаю, что сейчас на государственном уровне начинают рассматривать вопрос повышения доступности контрацептивов. Ну, презервативов мы об этом говорим. Поскольку, говорят о том, что сегодня это наиболее эффективный способ именно профилактики инфицирования. Поскольку, опять же, наверное, один из основных путей заражения – это половой. Но, с одной стороны, когда мы говорим о профилактике, например, дифтерии, столбняка, коклюша, и делаем прививку в младенческом возрасте ребенку всем практически без исключения поголовно, это одно. А когда мы говорим о том, что нужно как-то состимулировать взрослого человека, чтобы он использовал контрацептивы при каждом контакте, это совсем другое, и заставить, в принципе, и тотально проконтролировать невозможно. Так может быть, вообще обеспечить профилактику вот этой болезни на государственном уровне невозможно? Ну, здесь, когда речь идет о презервативах для защиты от этой инфекции, мы не говорим о тотальном снабжении презервативами всего взрослого населения. Мы говорим о том, что они должны быть доступны любому человеку. Если человек, вы понимаете, да, совершенно верно, они должны быть доступны, но они, в принципе, доступны, может быть, в том плане, что они сейчас относительно дорогостоящие. Но мы ведь здесь говорим о том, что презервативами нужно пользоваться именно тем людям, кто не уверен в своем половом партнере, допустим, кто не знает ВИЧ-статуса своего полового партнера или не знает, болен ли он другими болезнями, передаваемыми половым путем. И здесь нам важно, наверное, поставить вот эту грань, для кого важно использовать презервативы. Если мы говорим о верности супругов друг к другу, то для чего, к чему им презервативы? Там, ну, с другой целью, может быть, их использовать, да, для того, чтобы защититься от нежелательной беременности, а для того, чтобы защититься от ВИЧ-инфекции, гепатитов, вирусных гепатитов, сифилиса, других инфекций, передаваемых половым путем. Конечно же, это важно для тех людей, кто не уверен в своем половом партнере. Но государство же не сможет их как-то заставить, стимулировать. Если говорить о мероприятиях на государственном уровне, то уже в течение нескольких лет, ну вот в течение трех лет последних, выделяют финансирование профилактических мероприятий, проводятся достаточно активно. Мы получаем, наш регион получает финансирование из федерального бюджета на профилактику ВИЧ-инфекции, и в том числе на закупку презервативов. Мы их закупаем, но в небольшом количестве, только для того, чтобы рассказать людям о возможности использования. То есть мы используем их на, показываем, раздаем на каких-то профилактических акциях, при тестировании на ВИЧ-инфекцию, для того, чтобы люди вспомнили, что есть такое средство защиты, и не забывали о нем. Это есть. Значит, для того, чтобы, вот как вы говорите, обеспечить всех на государственном уровне, ну, в своем вопросе уже, как бы, ответили на свой вопрос, нереально заставить каждого использовать презерватив. И зачастую, порой, люди даже не помнят об этом, если речь идет о наркотическом или алкогольном опьянении в период, допустим, каких-то половых контактов с партнером. В центре СПИД можно пройти обследование, можно, как бы, консультацию получить анонимную, да? И кажется, что ваш центр, он работает уже очень давно, о нем должны все знать и обращаться, ну, если вдруг возникла какая-то тень сомнения. Что сегодня, как происходит? Пользуются ли популярностью? Вы знаете, у нас, надо сказать, что в области ежегодно обследуются более 200 тысяч человек на ВИЧ-инфекцию. Это порядка 18-19% всего населения области. Это достаточно много. Ну, из них, конечно, по разным причинам обследуются люди на ВИЧ-инфекцию. А вот добровольно обращаются для того, чтобы узнать о своем ВИЧ-статусе, конечно, так скажем, не очень большой процент из этого количества людей. Но в последние годы, когда мы улучшили профилактику, вот финансировать на федеральном уровне пошло, конечно, обращаемость, она увеличилась. Увеличилась обращаемость и на телефон горячей линии, и с целью тестирования на ВИЧ-инфекцию. И, в принципе, люди задают вопросы. Ну, надо сказать, что хотя в средствах массовой информации сейчас много информации идет о ВИЧ-инфекции, в интернете ее можно найти. Можно получить на сайте СПИД-центра и других учреждений здравоохранения. Однако же, к сожалению, встречаются люди, которые ничего не слышали о ВИЧ-инфекции. Есть и такие. Мы встречаемся с такими людьми, да. Это не часто, но, в принципе, они есть. И, наверное, самое главное, наша с вами задача общая какая, не просто рассказать о ВИЧ-инфекции, о всех опасностях, которые она в себе таит, а еще и убедить каждого человека в том, что он должен оценить свои риски. Был ли риск заражения, допустим, был ли однократный половой контакт с малознакомым человеком без средств защиты, было ли даже однократное употребление наркотиками, инъекционным способом и так далее. То есть, чтобы каждый просчитал свои риски и понял, что ему нужно прийти и обследоваться. Для этого у нас различные акции проводятся. В частности, прошедшая неделя показала, что население достаточно активно откликается на мероприятия, которые проводятся в рамках каких-то таких организованных акций. А что происходило на этой неделе? Эта неделя проходила у нас, значит, на этой неделе акция «Стоп ВИЧ-спит». Эта акция, она, в общем-то, становится уже доброй традицией. Не первый год она проводится в масштабах всей страны. Она проводится под патронажем Светлана Владимировна Медведевой. И акция, она призвана улучшить информированность молодежи, в частности, студентов, школьников, о ВИЧ-инфекции. Провести среди них массовые широкие тестирования на ВИЧ-инфекцию. Ну, у нас за вот эту прошедшую неделю очень активно молодежь откликнулась. Я хочу сказать, что очень активно сейчас работает не только здравоохранение, но и образование. В школах, в средних, специальных, высших учебных заведениях проводятся различные мероприятия. И вот в рамках этой акции Центр СПИД, мы выезжали со своим автобусом для тестирования молодежи в 13 средних специальных учебных заведений. Мы обследовали около 300 человек, изъявили желание тестироваться на ВИЧ-инфекцию. Некоторые изъявили желание прийти в СПИД-центр. Около 30 человек посетили СПИД-центр. И более 20 позвонили на телефон горячей линии, вот за прошедшие дни. Но надо сказать, что к нашей общей радости мы ни одного больного ВИЧ-инфекции среди молодежи не выявили. Елена Сергеевна, вот опираясь на опыт работы Вашего Центра, что происходит с человеком, когда он узнает о своем положительном диагнозе? Что помогает ему примириться с этой ситуацией, принять? Ну, конечно же, большей частью это первоначальный шок. И поэтому с пациентом, как правило, работает команда специалистов у нас в Центре. То есть при объявлении диагноза мы готовы уже к тому, что человеку придется успокоить и оказать ему психологическую поддержку. Медицинский психолог работает с конкретным пациентом, работает врач-инфекционист, специалист по социальной работе, врач-эпидемиолог, потому что нам обязательно нужно выяснить контакты, где и какие моменты могли послужить заражению, кому человек мог передать уже инфекцию. То есть мы должны провести такое глубокое эпидрасследование. Ну и в процессе беседы, конечно, человек видит, что к нему относятся доброжелательно, что никто его не ругает за то, что не обвиняют в том, что он действительно не такой, как все, заразился ВИЧ-инфекцией. Но, в принципе, люди раскрываются и, в общем-то, успокаиваются. И большинство из них. Часть, конечно, отрицают заболевания, не хотят примириться со своим заболеванием. Некоторые, но это единицы, отказываются от лечения, диспансированного наблюдения, но мы с ними тоже работаем в этом плане, чтобы они приходили на приемы врачебные, потому что это жизненно необходимо. А те, кто признают и продолжают жить, они живут потом полноценной жизнью? Конечно, конечно. Здесь самое главное, что в процессе диспансированного наблюдения мы обязательно смотрим показатели лабораторные, то есть насколько вирус поражает иммунную систему. И если человек правильно выполняет назначение врача, получает специфическую противовирусную терапию, то он живет абсолютно нормальной жизнью. А вы наблюдаете, то есть сколько лет, например, на ваших глазах уже кто-то зараженный живет? Ну, у нас пациенты, которых мы поставили на учет в 1993-1904 годах, они у нас живут, получают лечение, работают, создают семьи, детей рожают. Да, это можно, но это обязательно под контролем врачебным, то есть советы врачей обязательно должны слушать эти пациенты, особенно если захотят родить здорового ребенка, больные ВИЧ-инфекцией женщины. Такое тоже возможно. То есть мы говорим о том, что диагноз этот не приговор, можно жить, но обязательно, как можно раньше, узнать о нем и начать лечение. Совершенно верно. То есть логика такая, что раз заболевание неизлечимое, то я не пойду обследоваться, все равно, как говорится, неизлечимо, и зачем тогда она не работает? Есть такие мнения, есть, конечно, но ведь когда человек... Ведь некоторые, допустим, приходят обследоваться анонимно, они не хотят, чтобы кто-то узнал о том, что он приходил, обследовался на ВИЧ-инфекцию, не дай бог, там выявили ВИЧ-инфекцию. И мы стараемся, особенно вот с людьми, кто анонимно обследовался, провести беседу о том, что им необходимо встать на диспансерный учет, необходимо приходить регулярно к врачу, и тогда жизнь встанет на место. Просто нужно принять этот диагноз. Елена Сергеевна, спасибо большое вам. Я напоминаю, что с нами в этой студии была Елена Попова, главный врач Архангельского клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Сразу после программы «Семь дней в регионе» на канале «Правда Севера» выйдет новый выпуск программы «Бизнес-панорама». Алексей Шемякин у нас на связи. Доброе утро. И о чем расскажете сегодня, Алексей? Здравствуйте, Светлана. Буквально через несколько минут творческая группа программы «Бизнес-панорама» представит новый обзор экономической жизни региона. И вот о чем расскажем. Зачем сменили состав директоров корпорации развития Архангельской области? Почему предпринимателям стало выгодно переходить на онлайн-кассы? Чего нам ждать от Маргаритинской ярмарки? Ну и узнаем, в какой номинации Архангельская область получила престижную награду премии «Импульс добра». Обо всем этом уже совсем скоро. Так что ждите. Что ж, спасибо Алексею и его команде. Пусть готовятся. А мы продолжаем. По данным Росстата, безработица в России начала стареть. Средний возраст незанятых этой весной достиг отметки в 36,8 года. Прошлой весной он не превышал 35,8. Упомянутый показатель – это нефактический возраст большей части российских безработных. В 36-37 лет люди, как правило, наоборот, востребованы на рынке труда. Рост среднего возраста безработных говорит о том, что в стране увеличивается число незанятых среди людей старшего поколения, отмечает проректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Александр Сафонов. Последние сведения служб занятости о том, что у нас стало больше досрочных выходов на пенсию по причине невозможности найти работу, подтверждают наличие этой тенденции. И это при том, что население в России, как, впрочем, во всех европейских странах, стареет, а государство взяло курс на увеличение пенсионного возраста. С этого года госслужащие выходят на пенсию по достижении мужчинами 65 и женщинами 63 лет. Раньше, соответственно, было 60 и 55. И многие эксперты уверены – это подготовительный этап к увеличению пенсионного возраста и для остальных категорий работников. Избитая фраза Габриэля Гарсия Маркеса «Возраст – это не то, сколько вам лет, а то, как вы себя чувствуете», похоже, приобретает сейчас новое звучание. Исследования, проведенные в Германии представителями стареющего поколения индустриально развитого мира, показали – сотрудники, которые чувствуют себя моложе своего календарного возраста, более успешны в работе, чем те, кто осознает свой возраст реально. Если работодатели не будут сами проводить границы между молодыми и возрастными сотрудниками, то беспокоиться о снижении производительности им не придется. Так, во время круглого стола о кадровых проблемах в строительной отрасли региона, который прошел в областном правительстве на этой неделе, некоторые работодатели спокойно говорили о том, что отдают предпочтение именно опытным работникам. Сесть контракт нужно укомплектовать специалистами. Как правило, тоже нужны люди с опытом работы, которые приходят и сразу же включаются в процесс, у которых нет необходимости еще обучивать в течение полугода или года дополнительно. Поэтому по нашей предприятии можно сказать, что фактически у нас отсутствует потребность в новых специалистах. Хотя молодые рабочие руки и головы сегодня, конечно же, востребованы и в строительной отрасли, и в торговле, и в сфере обслуживания. Эту тему продолжим с нашим гостем Александром Ивановым. Спросим его экспертное мнение. Александр Петрович, доброе утро. Несколько лет назад в России работодатели сильно пересмотрели кадровую политику, и тогда люди предпенсионного возраста, в принципе, ушли. Ушли на пенсию, ушли просто, скажем так, в поле. Им не дали даже доработать. Набрали молодых сотрудников. Ну, это была такая очень заметная, скажем так, перестройка. Ну, я думаю, это, наверное, не вопрос, но, тем не менее, предлагаю вам порассуждать. Неужели это дало экономические эффекты компании? Ну, я бы начал немножко не с того, а с того, что никто никого выгонить просто так никуда не может. А законодательство трудовое – это очень жесткое законодательство. Кстати, госслужащие не выходят на пенсию в 65 лет, выходит в 60, значит, как и положено. Но это у нас на севере. Нет. Единственное, что возрос тот возраст, с которого начинают доплачивать по госслужбе и по муниципальной службе. То же самое и с работниками в прошлом, и с работниками в настоящем. Безработица будет стареть, поскольку стареет население страны. Но люди ведь умные. Они же выбирают. То есть, если заработная плата ниже, чем уровень, скажем, пенсионного обеспечения, конечно, они уйдут на пенсию. А просто так человека не уволишь. Что касается… Мы знаем, что могут создать условия. Что касается условий, что касается политики работодателей, то это не политика, субъективная политика сегодняшнего дня российских работодателей. Это объективная политика на протяжении многих-многих лет работодателей всего мира. Потому что молодые, более обучаемые, молодые быстрее овладевают новыми технологиями, новыми методиками работы, новой техникой. А по многим профессиям технологии, техника, методики меняются с таким темпом, что в определенном возрасте уже просто не догнать. Вот иногда на протяжении трудового возраста человека, там, скажем, 30-40 лет по его профессии, сегодня технологии меняются по 4-5 раз. Где-то он успел обучиться первый раз, второй раз, а потом с возрастом это все труднее, труднее и труднее. Поэтому то, что по определенным профессиям, не по всем, не по всему фронту рабочим, а по определенным профессиям будут создавать условия для того, чтобы приток молодых был больше, и они заменяли более возрастных работников в связи с тем, что они более обучаемые, более толковые в новой технике. Это будет, это будет всегда. По определенным профессиям возраст не имеет значения. И люди будут работать столько, сколько захотят работать. Поэтому проблема сегодня скорее не в том, что кто-то должен позаботиться о лицах более старшего возраста и их насильно куда-то трудоустраивать. Нет. Проблема в том, что люди более старшего возраста должны получить возможность легче найти новую нишу для работы, легче переобучиться, легче встроиться в эту новую жизнь, которая сегодня идет. Я думаю, что это должно стать заботой государства. Наверняка. При этом молодые специалисты, оканчивая вузы, не приходят очень часто в свою профессию. И мы говорим о том, что у нас нехватка и молодых специалистов, врачей, педагогов, и в той же строительной отрасли. Почему? Я не спрашиваю, чему учились вы в молодости. Я по профессии инженер-химик, технолог. Всю жизнь отработал скорее по другим профессиям, чем нежели по той, по какой я обучался. Когда человек выходит, молодой человек, в 20 с небольшим, из своего учебного заведения, ему говорят, вот у тебя в дипломе написана профессия. А он, честно говоря, по-другому мир воспринимает. Он уже по-другому себя стремится туда встроить. Поэтому говорить о том, что молодые не работают по своей профессии, ну, всегда было немножко натяжкой. Молодые работают там, где интереснее. Интереснее кому-то больше денег зарабатывать, интереснее кому-то более творчески работать, интереснее кому-то менее напряженно работать, да, может кому-то интереснее в удаленном доступе работать. И сегодня, конечно, многие люди, получая образование, это образование считают, ну, скажем так, общим образованием для того, чтобы выйти в мир. А дальше иногда полностью меняют свою профессию, и нельзя их за это судить. Каждый встраивается туда, где ему удобнее, где он комфортнее себя ощущает. Если мы видим, что люди работают не по той профессии, по какой их обучали, то вопросы надо задавать тем, кто обучал, тем, кто их туда направлял на эту учебу, тем, кто их там держал. Извините, неправильно обучали. Мы говорим о том, что население стареет в России и отодвигается пенсионный возраст. Все равно действительно государство взяло. Курс на это не будете, наверное, спорить со мной. Да? Да. Что делаем тогда с работниками, кому за 50? Во-первых, еще раз повторю, что насильно никто никого ниоткуда уволить не может, и люди очень защищены, если они защищаются. Поэтому, если возраст будет увеличен, пока еще не знают, как это будет увеличиваться, возраст выхода на пенсию, то защита социальная и защита правовая останется безусловно. С другой стороны, ведь государство все это делает вот, ну, уж никак не в защиту людей старшего возраста. Государство это делает по своим причинам. Значит, денег не хватает на пенсии, поэтому лучше платить пенсии с 65, а не с 60. Все это понимают и все с этим молча соглашаются, что вот именно эта причина. Поэтому, когда государство сделает более высоким планку возраста выхода на пенсию, все останется так же, как сейчас. Но люди должны быть готовы. Пенсию начнут платить только, скажем, с 65, а что делать в тот период, когда уже не годен для своей работы? Говорят, на юге Украины, я вам удивляюсь, когда государство у нас спрашивало людей о том, что они хотят. А я не про государство сейчас говорю, я говорю про нас, про людей. А кто установит планку-то? Ну, про людям-то, людям-то. Вот вы сейчас, да, вы... Если люди хотят, то пусть действуют. Как? Я не знаю. Ваша экспертная позиция. Это проблема людей. Ну, вот я просто один пример приведу. Сегодня у нас в государстве практически отсутствует профсоюз. Ну, все. Люди, восстановите профсоюзы. Ну, и много других может быть предложений. Поэтому, ну, как вот мне сегодня рассуждать на эту тему, если рассуждать, в общем-то, не о чем. Люди не пытаются себя сильно защищать. Вот я не вижу такого, скажем, ажиотажа среди людей, что они хотят себя защитить. Нет. Мы очень атомизированное общество. Мы очень разрозненное общество. У нас нет навыков объединения для защиты своих прав. У нас нет навыков работы в политике, общественными группами. Поэтому, ну, пока вот, я говорю, все останется так, как есть. Спасибо, Александр Петрович. Пожалуйста. С нами сегодня был Александр Иванов. Продолжаем. На этой неделе стартовали выпускные вечера в детских садах. И даже, скорее, балы, поскольку подготовка к ним трудно, временно и финансово затратна. Средний бюджет на устройство праздника для будущего первоклашки оценивается сегодня в пределах 10 тысяч рублей. Хотя верхние границы, конечно, определяются потребностями и возможностями каждой конкретной семьи. Олеся Кокина провела свои расчеты. Современные родители стараются изо всех сил, чтобы сделать финал детсадовской жизни своего чада как можно красивее и ярче. Ведь спустя каникулы и у взрослых, и у их ребенка начнется новый этап жизни. В обществе принято считать, что окончание детского сада – это первый базовый уровень взросления. А посему мамы и папы как будто бы пытаются компенсировать своему малышу его беззаботное детство, которое вскоре придется ограничить рамками ученических обязанностей. Если раньше достаточно было белого банта и стихотворения на утреннике, то сейчас подготовку к торжественному событию родители начинают за несколько месяцев. Праздничные чаепития модернизировались в банкеты, под которые ресторан нужно заказывать уже в ноябре, чтобы выбрать комфортную дату на май. К примеру, наша коллега Ирина Ившина вместе с другими родителями стала готовиться к выпускному своей дочери еще в середине прошлой осени. В итоге мы решили отказаться от ресторана, поскольку наша цель была сделать выпускной запоминающимся, но при этом бюджетным. В сумме каждый родитель сдал по 3,5 тысячи. Родители оговариваются, старались экономить, использовали все возможные скидки и бонусы. Общий бюджет на организацию выпускного составил 77 тысяч рублей. Праздничный стол обошелся примерно в 7 тысяч. Аниматоры 3 тысячи рублей в час. В среднем развлекательную программу заказывают на 3 часа. Каждый ребенок получил в подарок набор первоклассника. Его стоимость варьируется от 700 рублей и выше. На всевозможные подарки, сувениры и грамоты потратили больше 25 тысяч. Вместо выпускного альбома сейчас в тренде фотокниги тираж в 24 экземпляра обошелся в 18 тысяч рублей с учетом скидки на оптовый заказ. При этом верстку и дизайн сделали сами родители своими силами. А вот для иллюстрации понадобилась помощь. Поэтому мы приняли решение воспользоваться услугами фотографа. Фотограф присутствовал у нас на открытых занятиях, на одном утреннике, на прогулке снимал детей. То есть в повседневной обстановке, в необычной, чтобы фотографии были жизненные, а не пафосные и специально сфотографированные. Важная трата перед праздником и традиционный знак внимания букеты воспитателям и педагогам. Здесь, как отмечают профессионалы цветочной индустрии, тренды тоже поменялись. В среднем один букет обходится от 500 рублей, а заказывают их не меньше 10 штук. Если раньше можно было обойтись одной хризантемкой или гвоздичкой, то сейчас люди уже стараются выбрать более интересные букеты, более разнообразные. Они больше становятся цветы популярны, как альстромерии, пионы. Елена Ершова за годы работы заведующей детским садом видела разные праздники. Но в последние годы родители стремятся превратить выпускной в настоящее шоу. Ну вся индустрия работает на выпускные, полностью заказываются и аниматоры заказывают родители, и фотографы, и операторы. Иногда даже сесть некуда, потому что от количества камер и фотоаппаратов родители друг другу мешают. В этом году Елена вместе с остальными ребятами провожает в новую школьную жизнь своего сына Матвея. Мальчик принимает активное участие в подготовке, хотя в детали предстоящего торжества пока не посвящен. Ну там будет весело. Ну вчера даже с мамой ходили до времени ночи уже были, вернулись домой. Дески сад украшали. В список расходов к выпускному писан внешний вид ребенка. Девочки покидают садик настоящими принцессами, мальчики – истинными Дэнди. К по-взрослому элегантным нарядам прилагается и взрослая цена. Для того, чтобы собрать на последний праздник в саду девочку, придется изрядно потрудиться и потратиться. Качественные туфли мамы стараются выбирать так, чтобы поносить, если уж не в школе, то хотя бы летом. Цена колеблется от двух с половиной до пяти тысяч. Платье для маленькой леди стоит в среднем от трех до пяти тысяч рублей. Бижутерия для юных модниц по своей стоимости не отличается от взрослой – в среднем тысяча рублей. Услуги парикмахера выйдут в такую же сумму. Если вместо магазинов обратиться в ателье, то сэкономить не выйдет, а вот соригинальничать получится. Причем форсят не только девочки. Родители Прохора, к примеру, заказали костюм «двойку». Брюки и жилет по стоимости обходятся не меньше, чем платье принцессы. Расход на ткань – полторы тысячи, пошив – еще две восемьсот. К тому же не обойтись и без галстука и рубашки. Стоимость последняя – тысяча двухсот до двух с половиной тысяч. Обувь в среднем – две тысячи рублей. Можно найти и дешевле, но и верхнего предела, разумеется, нет. В среднем же одеть ребенка можно в пределах восьми тысяч рублей. Важно в суете подготовки помнить, что ребенок должен сохранить воспоминания не только о яркой шоу-программе, но и о первом друге, детсадовской влюбленности и веселых играх на свежем воздухе. Поскольку у мальчиков и девочек будут еще и торжества, и красивые платья, и элегантные костюмы. А детство случается только однажды. Движение под названием «Я же мать», которое объединяет неработающих или условно работающих женщин, находящихся в декрете или отпуске по оходу за ребенком, широкой рекой растекается по просторам интернета. Называются они так, потому что фраза «Я же мать» – это первый, последний и порой единственный аргумент в споре. Чем же вызван столь широкий интерес к пабликам с хэштегом «Я же мать» даже среди юных и бездетных пользователей? Екатерина Исакова выяснила. Старая история на новый лад, дико популярная сейчас в интернете. Судите сами, не менее 500 пабликов, на которые подписаны миллионы, живо обсуждая сейчас своеобразное поведение матерей, главным оправданием которого является фраза «Я же мать». Таких «Я же матерей» в сообществах оправдывают и высмеивают, защищают и осуждают. А самые активные и аналитически настроенные пользователи интернета даже классифицировали их по подвидам. Итак, подвид первый. Квочка трясущаяся. Эти мамы прочно забыли о других социальных ролях и ответственности. И любой свой поступок объясняют с точки зрения материнства. Я боюсь бить человека. Поэтому я прошу вас отойти. Идете к тому, что я собью человека. Я мать. У меня маленький ребенок. Меня вообще нельзя сейчас привлечь. Да. Вы знаете, что женщина, обладающая маленьким ребенком, не подлежит административному урожению? Подвид второй. Пуп-звезда. Это вообще мать-героиня, которая считает, что ей априори все должны. Похоже, таких больше, чем всех остальных. Сумку еще продаете? Да. А бесплатно не отдадите? Простите, а с чего бы? Просто у нас сейчас проблемы с деньгами. Я в декрете сижу. Сумка очень понравилась. Сумка продается за вполне конкретную цену. Снижать или отдавать бесплатно я не собираюсь. Потому что сама покупала ее за немалые деньги. Вам так сложно помочь мамочке в декрете? Подвид третий. Гиперактивная мать. Эти женщины остро нуждаются в социуме и, чтобы не утратить с ним связь во время декрета, читают и репостят все и вся. И в один прекрасный момент вдруг осознают себя экспертами в любых вопросах. И начинают раздавать советы налево-направо. Ведь они уверены в собственной правоте и готовы глотку грызть за свое непогрешимое всеведение. Такая гиперактивность может стать опасной. Вот свежий пример. В Уфе недавно был жуткий случай. Десятилетнюю девочку изнасиловал и убил маньяк в ста метрах от ее школы. Общественность встала на дыбы. Мамы, понятное дело, стали бояться за своих детей. Провожать и встречать их школу. И полиция, надо отдать им должное, через три дня задержала маньяка. Но на этой истерике за те самые три дня пробудились я же матери, которые заподозрили в этом жутком преступлении учителя физкультуры и устроили ему откровенную травлю, как в сети, так и в реале. За трое суток мужчина получил такое количество безосновательных угроз в свой адрес, что чуть не повесился, еле откачали. Произошло это как раз в тот вечер, когда реальный убийца был задержан и давал признательные показания. Конечно, классификация – это условное и неполное, но дает представление о явлении как таковом. Ведь несмотря на то, что популярны ежематери в интернете, встречаются они нам именно в реальной жизни. В общественном транспорте, очереди, больницы, на дороге за рулем собственного авто, во дворе и на лестничной площадке. Психолог Ирина Шамбина считает, что такое поведение не норма и требует коррекции. Скорее, сама она делает это из своей какой-то такой, ну, может быть, бедности, что ли, эмоциональной бедности. И не потому, что она делает это специально. И скорее, она, правда, это свое поведение чаще не осознает. Ну и вот, и такое «я же материнство», мне кажется, имеет, ну, вот, корни и причины все-таки в нарушенном типе привязанности, который сама мама приобретает, будучи ребенком в своем детстве вместе со своей мамой. Есть определенные психологические взаимосвязи с темой материнства и у пользователей соцсетей, пристально наблюдающих за «я же матерями», считает психолог. Ну, видимо, в этих переписках и в этих пабликах, правда, очень много энергетики и эмоций. Они, видимо, затрагивают очень сильные какие-то переживания. С этим готов поспорить представитель интернет-культуры, блогер Михаил Шишов. По его мнению, тема «я же матерей» всего лишь прикольный тренд. Скажем так, кошечки уже поднадоели. Ну, это такой достаточно повседневный юмор, с которым, в принципе, даже студент, у которого нет детей, он может впоследствии столкнуться и просто вспомнить эту историю, как-то выкрутиться из нее с юмором, чтобы не попасть в просаг и не сделать ту же самую скидку из-за того, что просто у человека, ну, недавно она родила, и из-за этого ей надо какие-то привилегии делать. Итак, вместо того, чтобы читать книги или записаться на онлайн-курсы иностранного языка, «я же матерей» становится посмешащими или общественными церберами. Выскочить из этого порочного круга им очень непросто. И вот совет от онлайн-эксперта. Если рядом с «я же матерью» оказывается умный и внимательный мужчина, то он вполне в состоянии перенаправить неизрасходованную энергию своей половинки в более созидательное русло. Хотя блогер Михаил Шишов прогнозирует, что движение «я же матерей» в интернете останется на пике популярности еще долгое время. Екатерина Исакова, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Сразу после итоговой программы новый выпуск «Бизнес-панорамы» с Алексеем Шемякиным. Приятного просмотра и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова